Добрый вечер! Мы добрались до 11 главы. У нас четвертый абзац. Абзац не очень простой и по смыслу и по языку. Это первая сложность. Вторая, что я не до конца понимаю, это вторая сложность. Третья сложность, что у нас на сегодня ограничение по времени до 7. Но тем не менее мы попробуем с вашей помощью пробиться. И четвертая сложность, что перевод у нас частичный. И видимо в продолжение урока нам нужно будет добавить перевод. Ширель доделает. И мы его довставим. Я хочу напомнить, чем закончился предыдущий урок. Предыдущий урок закончился вопросом, чтобы было не до конца понятен. Там разбирался вопрос воскрешения из мертвых. И был такой вопрос, что это вообще не очень понятная тема. Как так? Что это такое? Как это работает? Сегодняшний наш урок будет касаться тоже темы смерти и жизни. Совсем с другой стороны. Совсем-совсем. Я предвиду сейчас то, что говорит Равшаркер. В Торе написано такой интересный послух. Бог говорит народу Израиля. Я тебе предлагаю благословение и проклятие. Жизнь и смерть. Выбери жизнь. Равшаркер говорит как-то странно немножко. Почему выбери жизнь? Почему не смерть? На самом-то деле, говорит Равшаркер, гораздо более естественно это именно выбрать смерть. Потому что... Ну вот, допустим, как во втором лекции мы читали сейчас недавно на Инкепур. Пророк Юна постоянно просил смерть. Да. Потому что, в общем-то, близость к Богу — это смерть. Я поднимаюсь на какие-то высшие постижения, я приближаюсь к Богу, я оставляю этот мир — это смерть. Я умираю. Почему нужно обязательно возвращаться в этот мир именно выбери жизнь? Поэтому этот послух становится как бы не таким... С этой точки зрения мы можем понять, что выбери жизнь, несмотря на то, что тебе хочется выбрать смерть, растворившись в божественном, тем не менее, Всевышний нам заповедует выбрать жизнь. То есть здесь вот так вот смерть и жизнь получается немножко совсем по-другому. То есть смерть может работать, заступать как бы высшие формы жизни, но Всевышнего это не устраивает. Давайте с вот этим не до конца понятным введением приступим к тексту и посмотрим, что Раву есть нам сказать. Всемирный процесс. Жизнется на основе чуда. Реальности открываются в порядке спуска от открытой божественности к сокрытию миров. И это подобно принижению и ужасной смерти. Ведь никакой в мире спуск со ступенью на ступень от большей способности владения к меньшей способности владения не сравнится с ней. Ну давайте сперва по-простому объясним то, что Рав говорит, а потом попытаемся привести так же то, на что он и не как. Как создан этот мир? У нас происходит спуск постепенный от божественного совершенства вниз к нашему миру, который не всегда не совсем совершенен. По крайней мере он ограничен. И этот спуск, он гораздо больше смерть, чем любая смерть, которую мы видим в этом мире. Это сжатие каждого предыдущего этажа, этапа. Настолько каждый раз, а потом еще раз, что наша смерть, которую мы знаем, она мала перед этим. Это великая смерть. Как Всевышний от своего божественного совершенства идет, спускаясь ступенью за ступенью и создает этот мир. То есть получается какая-то очень-очень интересная вещь. В основе жизни лежит смерть. Теперь давайте я попробую привести то, на что Рав основывается, на что он, видимо, здесь немножко намекает. Как я понимаю, Рав намекает здесь на каббалистическое понятие, называемое цемцом, сокращением. Что Всевышний заполняет все пространство. Вот столько, сколько это можно сказать. И для того, чтобы создать мир, ему нужно себя из части этого пространства убрать. И это называется сокращение цемцом по терминам каббал. И это сразу же приводит к очень большим противоречиям. Там, где вот место для мира, там нет Всевышнего. Но если там нет Всевышнего, потому что это место для мира, то там будет мир. И в этом мире нет Всевышнего или есть Всевышний. И там его нет, и там он есть. Это, во-первых, тяжелые и сложные понятия. Во-вторых, они сразу приводят к противоречиям. Но это понятие есть. То есть у нас получается опять-таки, что теперь понятно, что убрать откуда-то Всевышнего – это корень всей смерти. Но это желание Всевышнего. То есть, чтобы создать жизнь. Жизнь – это наш мир. Нам нужно как бы высшую жизнь, да, Всевышнего, ну, немножко убить так, не знаю даже, как сказать. Да, то есть вот создание, творение мира проходит здесь через смерть, причем через очень высокую смерть, очень серьезную смерть, не просто. И это, мне кажется, то, что Рав пишет и описывает здесь. Теперь, на что это еще намекает? Давайте посмотрим, Рав нам здесь начнет сейчас цитировать Псуким. Давайте внимательно-внимательно следить за Псуким, который Рав нам начнет сейчас цитировать. Вернемся к тексту. И все это делается согласно высшему миру справедливого суждения, которое оценивало устроение реальности, прежде чем создано было какое-то творение. Есть в высшей милости Хеседа, которое сказано, мир отстроится Хеседом, нечто от качества ограничения и суда, гвура, о котором сказано, дух Бога витает над поверхностью воду. Однако в самом этом спуске скрывается основа высшего восхождения. Еще не начался ход времени, а восхождение уже было сплетенено с ним. Великая бездна правосудия и могучие голые милосердия соединяются в поцелуи. Первое, на что я хочу обратить внимание, на это Рав уже обращал наше внимание нервность, что мы привыкли видеть Чуву как что-то маленькое, если даже не мелкое. Относится ко мне к человеку. Я вот споткнулся, сделал грех, и вот мне нужно будет справляться. Здесь мы говорим про Чуву космическую, космологических масштабов. Что воронка эта, у нас получается такая воронка. У нас есть спуск, который приводит обратно к поднятию. И это не, то есть спуск, это соответствует греху, и поднятие соответствует Чуве, развитию. Рав нам в лес говорит, это нам важно, что Чува это не что-то мое личное, индивидуальное. Хочу делать, а хочу не делать. Чува это общий мировой процесс, изначально заложенный в ней, включая опускающуюся ветку параболы смерти, включая поднимающуюся ветку параболы жизнь, возвращение к Богу. Это творение, которое отделено от Бога, создано независимо, и оно сейчас начинает движение обратно к Божественному. И это движение, оно прототип Чувы, которое в маленьком масштабе мы уже на себе видим. Но это общий поток всего сущего. Это очень важно. Чува это не мое личное. Это общий поток всего сущего. Я, если захочу, могу к этому присоединиться, сделав свою маленькую Чуву. То есть я сам по-маленькому делаю то, что все мироздание, и Раф это скажет, на протяжении всей истории мироздания, в нашем случае всей человеческой истории делает Чуву. Я могу сделать, как это, вот как голограммы, да, если его разбить, кусочек голограммы в себе включает всю полностью голограмму, только менее четко. Здесь что-то похожее. Есть архетип движения Чувы. Это общемировое движение. И я это могу повторить в своей личной жизни. Это первое. Второе. Давайте разберем Псуким, который Раф нам здесь упоминает. Раф здесь говорит, Дух Бога витает над поверхностью вода. Это второй Псук. Второй Псук. Второй Псук описывает хаос, описывает смерть. Земля была пустынная. Как это переводится? Еще что-то там такое. И хаотично. И хаотично, да. И Дух Бога витает над водами. Дух Бога это как раз сторона суда, гвура. Вода это, видимо, милосердие. Хорошо. Давайте, значит, второй Псук, который мы говорим про мироздание. Он говорит, действительно, тоже намекает на очень большой разлом, очень большое нападение. И как, на чем Раф базируется, когда он говорит, что уже в этом, однако в этом спуске скрывается основа высшего восхождения. Потому что высшее восхождение у нас было написано до того. Первый Псук в Торе, он Псук оптимистичный. А второй Псук, он уже нам рассказывает про разлом. Разлом. Первый Псук написано. Всевышний создал небо и землю. В начале творения Всевышний, небо и землю. То есть мы понимаем. То есть это все создано самым лучшим образом, самым великолепным, самым шалем, самым совершенным образом. Как нам это понять? Это потенциал. А в реальности что мы имеем? А в реальности мы имеем бездну, хаос, тьму. То есть полную противоположность разлом. И Раф нам не просто так сюда упоминают эти первые Псук из книги перешит. Кстати, это объяснение тоже по Рафшарке. И вообще, если я не упоминаю кого-то, это либо Рафкук, либо Рафшарке. Я очень одномерный в этом плане. То есть у нас есть вот эта вот смерть, падение сверху вниз. И оно четко размерено. Четко. То есть, и это очень важно. Здесь мера суда, потому что зло, разлом обычно у нас ассоциациируется с противоположностью божествия. Божественно это совершенство, но это также что-то запланированное. Зло, оно хаотично, не подчиняется как бы никому. Поэтому нам очень важно, что когда мы говорим, что у нас монотеизм, Бог один, он создал зло тоже, зло тоже обязано быть упорядоченным. И тогда это, несмотря на то, что это зло, это, по крайней мере, намекает, указывает на свой источник, который добро, который Всевышний. Вот здесь, это вот смерть, как бы, да, причем очень большая, великая смерть, сверху вниз, с этапа на этап, но она вся ограничена судом. Вот здесь ты уменьшаешься настолько ровно. Здесь ты уменьшаешься еще настолько ровно. Все, уверенно, на весах суда, и это важно, все запланировано. И все это делается согласно высшему мирилу справедливого суждения, которое оценивало устроение реальности, прежде чем было создано какое-либо творение. А то есть запланировано не только во время, ой, я хотел так, а у меня не получилось так, давайте сейчас немножко подправим. Все это не получилось, давайте подправим, было уже запланировано изначально. И, конечно, в этом суде, в этом ограничении, в этом разламливании, внутри находится мера милосердия. Без возможности, без какого-то вот цунцума, без этого сокращения, без этой смерти, у нас не было бы места для творения мира. А творение мира, конечно, это милосердие. И, может быть, это также объяснение известного милосердия, который говорит, что Всевышний хотел создать мир с помощью меры суда, но видел, что мир не устоит и присоединил к ней меру милосердия. Мы видим здесь, что внутри суда скрывается мера милосердия. И постепенно вещи проясняются, возвращаются к изначальному величию с новой мощью в человеческом духе, у дел, которого и наследие, шуа. И это пример для всего сущего. Горняя возвышенность вдоль неприниженности. И подъем, и спуск вместе. Господь, приберящим Ты был для нас в каждом поколении. Прежде чем появились горы, Ты образовал землю и вселенную от века и до века. Ты Бог, Элукиф. Ты доводишь человека до изнеможения и говоришь, возвратитесь с цены человеческие, возвратитесь с вашего. Обратно. Мы начинаем снизу и поднимаемся. Как человечество. Как человек. Отдельный, как человечество. Все. Этот весь процесс развития исторического, это тоже шуа. В более больших масштабах. То есть, как мы сказали вначале, шуа – это очень масштабируемое понятие. Человек начинается с корней всего сущего, а не с человека. А человек, как квинтэссенция всего сущего, конечно, в нем больше всего проявляется отшива. Но это, как это, проперти, это свойство очень важное внутреннее всего создания, всего мира. И это радость говорит нам в прямом тексте. Если мы задумываемся о том, как вещи, наиболее частные в реальности, духовные и материальные, содержат в себе в миниатюре, в сжатом виде, всеобщее содержание. Теперь мы это понимаем. Как голограмма, как мы сказали. Наша личная шуа, она похожа или она дочка, сын всемировой шуы. Это часть, можно сказать, этого процесса. Или это весь этот процесс в миниатюре. Как малая содержит тень великого в глубине, в глубине источника шувы, в общем бытие мироздания. И высших духовных сверх. Но теперь мы имеем противоположное, очень важное для нас направление, очень противоположное. Наша маленькая шува, это голографическая шува всего мира. И это уже не из-за иносказания, это по-настоящему. По своей маленькой личной шуве мы можем выйти и понять, и посмотреть на общую мировую шуву. Давайте мы здесь остановимся. Сделаем перерыв, я передам вам микрофон. А я пока допечатаю то, что мы не успели перевести в прошлый раз. Сейчас переведу в наш документ. Пожалуйста, я... Я просто хотела... Может, я что-то пропустил, какое-то связующее звено. Но мне показалось, что... То, что вы сказали вначале про то, что у человека есть какая-то тяга к смерти, выбери жизнь. А тяга к смерти, это как бы тяга к соединению с Богом, со Всевышним, с высшими мирами. То тут все наоборот. Даже? Продолжайте. Как все наоборот? Но тут наоборот, потому что высшие миры – это жизнь. А по отношению к ним, как бы, если какая-то тень смерти в нашем естественном мире. И поэтому, когда... Как мы должны понимать этот стих? Выбери жизнь – это выбери нечто, что выходит за пределы этого мира. Потому что этот мир, он действительно ограничен такой... Так я понимаю. Нет, вы правильно понимаете. Я просто замкнул круг. Я замкнул круг. Бог – это жизнь. То есть, я здесь действительно противоречиваю. Бог – это жизнь. С одной стороны. С другой стороны, попасть к Богу – это для меня умереть. И не увидеть меня, человек, и будет жить. Я умер, значит, я растворился в божественном, мне хорошо. Всевышний говорит – нет, выбери жизнь. Да, то есть, несмотря на то, что тебе очень хочется, и тебе классно, и тебе здорово, раствориться во мне, давай соблюдай дистанцию. Твоё стремление ко мне – это хорошо, но тебе нужно вернуться в этот мир. Но, в то время, там терминология противоположная. Там Бог – это жизнь, а не смерть. А тут получается, что для меня смерть – это соединение с Богом. Хорошо, давайте вернёмся в наш отрывок. Да, наш отрывок – это наоборот. Но, чтобы создать мир – это смерть. Это, по словам раба. Но, секундочку, создание мира – это жизнь. Мы так привыкли, нет? То есть, здесь получается, что жизнь и смерть – они очень сильно переплелись. Чтобы, как мы и сказали, теперь, когда я умираю, ухожу с этого мира, в этом мире – это смерть. Но, вроде бы, я возвращаюсь к Всевышнему, это как бы жизнь. Это, в общем, уже другая совсем, мне кажется, проблема. Я могу с вами согласиться. Допустим, отложим это в сторону. То, что у нас здесь в нашем тексте, в данном случае, что создание этого мира – вначале это смерть, а после начинается жизнь и возвращение к Богу. Да. То есть, смерть идёт от Бога, божественная уменьшается – это смерть. Создается мир, после этого мир возвращается к божественному – это жизнь. Поскольку в естественном мире почти очень трудно увидеть Всевышнего, то он нам представляется миром, которым, в общем, царит смерть. Потому что все в нём умирает в конечном итоге. И это как бы то, что мы читали в Когелет в прошлой субботе. Что в естественном мире там все умирают, всё кончается, никакой цели, ничего позитивного. Ну, как бы, если так, на поверхностный взгляд. Но мы не хотим с этим примириться. Да-да-да. А история, она даёт нам цели. И она даёт нам жизнь, тем самым, как бы, соединение с Богом. Кстати, с этой точки зрения, я извиняюсь, что с этой точки зрения, мы сейчас гораздо проще можем понять культуру смерти. Да, конечно. В Египте, допустим, и так далее, культы целой смерти. Потому что, как мы уже упоминали, смерть – это, в нашем мире, как он видит, естественность, смерть – это непереходящее, вечное, самое сильное. Всё к этому приходит. И в этом смысле смерть, она противоречит божественному. Которое тоже претендует на непереходящее, вечное, самое сильное, но это жизнь. А жизнь, которую мы знаем, она вся тленная, как бы, заканчивается смертью. Да-да-да. И поэтому мы с ней боремся, но вот, по крайней мере, нам было очень непонятно в суждении, как бы, как ты можешь сделать пульт смерти. Сейчас нам немножко ближе, да? А, всё, я понял, что это такое. Натанн, и все. Это я. Добрый вечер. Вот, есть законченный вариант. Я ужасно прошу прощения, вот, я просто сегодня из-за музыки, звучащей по всему кварталу, не могла найти себе места нормального. Ну, всё бывает. Извините меня, я хотела, Натанн и Шерель, я хотела небольшое замечание. Всё-таки, мне кажется, поцелуй там ни при чём. На щека это касание. Касание? Да, это поцелуй тоже, конечно, но в данном тексте там нет никакого, никакого такого сексуального или... Мне кажется, что это аллюзия такая, есть стихо с Таилим, там мне говорится, что... Возможно, это дефицитация, хорошо, пускай это касание. Мне кажется, я посмотрю, как Мейли переводил. Вы какую пользуетесь переводом, Таилим? Ой, разными. Я посмотрю тоже разные варианты. Я понял, у меня тут проблема была некоторая с текстом, сейчас я объясню, что тут... Ну, хорошо. Значит, вернёмся дальше к тексту. Значит, просто меня тоже это сбило с... Меня тоже сбило с... Меня тоже сбило... Вот наши источники, чёвы в общем бытие мироздания. Вышли в сферах, это наше общее заглавие. Просто, ну, маленьким шрифтом, потому что, чтобы его не разбило на две строчки. Поэтому читаем, а это так. Если мы задумываемся о том, как вещи наиболее частные в реальности, духовные, материальные, содержат в себе в миниатюре, в сжатом виде, всеобщее содержание, как мало содержит тень великого в глубине своего бытия, в общем, не будем удивляться чуду-чего, проникающего в глубины души человека, пронизывающего весь его путь от начала полёта мысли, от взгляда на мир, до конкретных делений человека, во всех деталях, до тонкости его личных качеств. Все эти вещи передают обратное влияние к процессам историческим, охватывающим человечество в целом. Это то, что я говорил, это предложение мне было важно. То есть мы видим, что вот как мы начали с посуды, которая нам описывает создание мира, соответственно, общий мировой процесс Чувы, он проявляется в историческом процессе. Если ещё больше мы постигнем ценность человека, его духа и тот образ, который передаёт он миру через своё влияние, тут же мы увидим с ясностью несомненную связь Чувы Великой, космической Чувы в наиболее широком, глубоком и возвышенном понимании Чува отдельного человека и человеческого общества. Чува у нас часто выступают в трёх ипостасях святая троица, личная Чува человека, Чува всего человечества и Чува всего мироздания. Причём начинается с Чувы мироздания, сотворения мира, спуск, подъём. Вращение колёс, которые приводят в движение всю механику жизни, практической и духовной. Из глубин я возвал к тебе, Боже. Крик, это движение снизу вверх, это вторая половина параболы Чувы. Сперва сверху вниз, для личного человека это грех, для всего мира это творение, спуск от Божественного вниз к ограниченному материальному и вообще к нашему миру. А после этого воззвание снизу, с самого вот этого низа наверх, вторая половина параболы Чувы, бесконечное движение наверх это Чува. Получается, что голографическая картинка, когда Чува человека личная, отражает и отражается в общей космической, в общемировой Чуве, и между ними ещё есть Чува всего человечества, как раз человеческого общества. По-моему, сложный отрывок, но вот так у меня получилось его объяснить, а теперь я хочу послушать. Давайте посмотрим, у нас как раз 10 последних минут. Какое у вас впечатление, мнение, что понятно, что непонятно. Значит, вот такой вот у нас получился отрывок. То есть, скажем так, давайте я подытожу. Даже если мы не поняли каждое слово и каждое предложение, здесь очень чётко прослеживается мысль о подобии общей мировой Чувы и личной Чувы. И вводятся такие понятия, как общечеловеческая Чува, Чува человечества и Чува всего мира. То есть, оказывается, что личная человеческая Чува – это не какой-то странный араиль, как это сказать, случайный эпизод в человеческой жизни. Это глубинный, очень важный процесс, который своими корнями уходит в, в общем-то, в глубинные законы мироздания. Вот так вот скажем. И это самое, как это Раф Шарки любит, тоже я скажу, грешить совсем не обязательно. То есть, Чува – это очень важно и хорошо, и здорово, но грешить совсем не обязательно. Даже для того, чтобы достаться, верно, возвратиться к Чуве. Это уже так. Да, пожалуйста. Тем не менее, вот эта параллель, все же, если он так глобально проходит, мир, который, не то, что он возле, в хаосе, или где-то в нижней точке находится. И, как в псалме сказано, что он доводит человека до последнего, как бы. Только оттуда он может вернуться. Оно, как бы, очень нетривиальное и непросто. Это не значит, что я спускаюсь в бездну греха, но куда-то я спускаюсь. Я отдаляюсь по какой-то причине от Бога. Неважно, допустим, мои какие-то тяжелые ситуации жизненные человека. Отдаляю его от Бога, потому что он перестает видеть смысл своей жизни, перестает видеть божественное сияние, там, не знаю что. И оттуда он может подняться. И так, в общем, как бы это все устроено, да? Смотрите, насколько мне кажется, вы касаетесь здесь, если я правильно понял, принципиально вообще проблемы зла. Значит, я неправильно понял. Нет, я не касаюсь проблемы зла. Я говорю, что это как бы получается, что и у человека такой процесс, он необходим. Спуск для подъема. То есть это не только Урал и Кубка. Это в других местах. У других учителей мы видим. То есть как бы для того, чтобы куда-то подняться, тебе нужно свалиться. Ну, Урал и Кубка здесь в других местах, я не помню, у меня эта схема в голове как бы немного. Может быть, это просто мои личные выводы из того, что я где-то учила. Что приходится развалить все. Потому что человек, или там история, например, почему разваливается храм? Потому что оно доходит до какой-то точки, когда дальше не может продвигаться. И приходится в старые рамки все разрушить, свалить все и оттуда снова подниматься. Ну, как бы, я не знаю, насколько это обязательно. Ощущение такое, что такая схема. По поводу схемы, то, что я не помню, видел ли я это сам или слышал. Равкук объясняет, что история продвигается двумя ногами. Одна нога – это эволюционная нога, когда у нас последовательные небольшие улучшения сменяют одно другое. А вторая – это революционная нога. Есть эпохи революции, когда накопился какие-то напряжения, когда по-старому нельзя, а по-новому мы не хотим. И действительно, новое, которое уже оформилось, накопилось, чтобы ему выйти, можно разрушить сперва для себя место, очистить площадку, и потом новое может вырастить. Вырасти эти этапы, они сменяют друг друга, и как бы человеческая история, она состоит из вот таких вот этапов. Эволюционные и революционные. Есть скачки, и есть продвижение. Кстати, если вы помните, в начале наших книгеров тоже это понимают, что тшува тоже есть медленная, спокойная, постепенная. Есть тшува одномоментная, такая вот молния. Раз, и человек взрывается и становится другим, революционно меняется и так далее. Тшува изменения есть тоже такое, есть такое. Человеческая история есть так, и есть так. Я не знаю, можно? Мне как-то откликнулось то, что Нехама сказала. Недавно мы читали как раз про Йону, и, собственно, эта книга, она как-то связана с идеей тшувы. Просто вот этот образ Йоны, как он сначала бежит из земли Израиля куда-то на Таршиш, кажется, да, и он сходит на корабль, в корабле он спускается в трюм, там он засыпает, потом он оказывается в море, потом его глотает рыбой, потом он в своей песне, вот этой обращенной ко Всевышнему, он произносит такие слова, что до основания гор я спустился. И вот, собственно, говоря, с этого момента начинается какой-то подъем. То есть это вот просто спуск идет, спуск, 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 причем такой яркий, да, и в конце вот, где он произносит спустился я до основания гор, то есть это уже ниже некуда падать. И вот с этого момента уже начинается такой подъем, да, просто интересно. Отлично. Я добавлю еще то, как мы, опять-таки, мы сегодня учили, Йона постоянно на протяжении всей книги просит у Всевышнего смерти. В дополнение к тому, что он спускается в ней, если дети мне сказали, что этот спуск от Божественного к миру, он-то смерти подобен на лейтмотивом всего, что Йона постоянно требует, просит у Всевышнего, это смерти. Он не хочет выполнять свое послание, он против, он как бы не согласен, здесь как бы тоже на связи однозначный мотив богоборческий, однозначный богоборческий мотив у нас здесь есть. Он о споре с Богом. И по Равшарке, кстати, он такие и в конце он тоже не соглашается с Богом, потому что Всевышний ему говорит, вот смотри, а ответа Йона нет. Да, спасибо, что... Я дико извиняюсь, дико извиняюсь, дико извиняюсь. Надо еще и с парами вот кончать, потому что так получилось в этот раз, что у нас 7 часов следующая лекция. Я дико извиняюсь. Хорошо, все правильно, очень хорошо. Время это тоже, как вот мы сегодня учили, должно быть все размерено судом до конца, поэтому не очень жаль, что я еще не услышал еще людей, но с Божьей помощью мы продолжим встречу. Не в последний раз. Не в последний раз и всех с праздником. Я заканчиваю стоп фейсбука. Давай, ты хвост закрывай. заканчивай.